Четвертая часть статьи Владимира Путина президента Российской Федерации в российской газете за 19 июня 2020 года. 75 лет Великой Победы. Общая ответственность перед историей и будущим. О внеформальных беседах с советским полпредом Майским английские высокопоставленные политики и дипломаты говорили более откровенно. Заместитель министра иностранных дел Великобритании Батлер 17 октября 1939 года поделился тем, что «в английских правительственных кругах считают, что не может быть никакого вопроса о возврате Польши, западных Украины и Белоруссии. Если бы удалось создать этнографическую Польшу скромных размеров с гарантией не только СССР и Германии, но также Англии и Франции, то британское правительство считало бы себя вполне удовлетворенным». 27 октября 1939 года главный советник Чимберлена Вильсон сказал «Польша должна быть восстановлена как самостоятельное государство на своей этнографической базе, но без Западной Украины и Белоруссии». Стоит отметить, что в ходе этих бесед зондировалась почва и для улучшения советско-британских отношений. Эти контакты во многом заложили основу будущего союзничества и антигитлеровской коалиции. Среди ответственных дальновидных политиков выделялся Черчилль, который, несмотря на известную антипатию к СССР, и ранее выступал за сотрудничество с ним. Еще в мае 1939 года в Палате общин он заявил «Мы окажемся в смертельной опасности, если не сможем создать Великий Союз против агрессии. Было бы величайшей глупостью, если бы мы отвергли естественное сотрудничество с Советской Россией». А уже после начала боевых действий в Европе на встрече с Майским 6 октября 1939 года он доверительно сказал, что «между Великобританией и СССР нет никаких серьезных противоречий, а стало быть, нет оснований для напряженных и неудовлетворительных отношений. Британское правительство хотело бы развивать торговые отношения. Оно готово было бы также обсудить всякие другие меры, могущие способствовать улучшению взаимоотношений». Вторая мировая война не случилась в одночасье. Не началась неожиданно вдруг, и агрессия Германии против Польши не была внезапной. Она – результат многих тенденций и факторов в мировой политике того периода. Все довоенные события выстроились в одну роковую цепь. Но, безусловно, главное, что предопределило величайшую трагедию в истории человечества – это государственный эгоизм, трусость, потакание набиравшему силу агрессору, неготовность политических элит к поиску компромисса. Поэтому нечестно утверждать, что двухдневный визит в Москву нацистского министра иностранных дел Риббентропа – главная причина, породившая Вторую мировую войну. Все ведущие страны в той или иной степени несут свою долю вины за ее начало. Каждая совершила непоправимые ошибки, самонадеянно полагая, что можно обхитрить других, обеспечить себе односторонние преимущества или остаться в стороне от надвигающейся мировой беды. И за такую недальновидность, за отказ от создания системы коллективной безопасности, платить пришлось миллионами жизней, колоссальными утратами. Пишу об этом без малейшего намерения взять на себя роль судьи, кого-то обвинить или оправдать, тем более инициировать новый виток международного информационного противостояния на историческом поле, которое может столкнуть между собой государство и народы. Считаю, что поиском взвешенных оценок прошедших событий должна заниматься академическая наука с широким представительством авторитетных ученых из разных стран. Нам всем нужны правда и объективность. Со своей стороны всегда призывал и призываю коллег к спокойному, открытому, доверительному диалогу, к самокритичному, непредвзятому взгляду на общее прошлое. Такой подход позволит не повторить совершенных тогда ошибок и обеспечить мирное и благополучное развитие на долгие годы вперед. Однако многие наши партнеры пока не готовы к совместной работе. Напротив, преследуя свои цели, они наращивают против нашей страны количество и масштаб информационных атак, хотят заставить оправдываться, испытывать чувство вины, принимают насквозь лицемерные политизированные декларации. Так, например, одобренная 19 сентября 2019 года Европейским парламентом резолюция о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы прямо обвинила СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны. Естественно, что каких-либо упоминаний о Мюнхене там не содержится. Считаю, что подобные бумаги, не могу назвать эту резолюцию документом, при всем явном расчете на скандал несут опасные реальные угрозы, ведь ее принял весьма уважаемый орган. И что он продемонстрировал? Демонстрировал, как это ни печально, осознанную политику по разрушению послевоенного мироустройства, создание которого было делом чести и ответственности стран, ряд представителей которых проголосовали сегодня за эту лживую декларацию. И таким образом подняли руку на выводы Нюрнбергского трибунала, на усилия мирового сообщества, создававшего после победного 1945 года универсальные международные институты. Напомню в связи с этим, что сам процесс европейской интеграции, в ходе которой были созданы соответствующие структуры, в том числе и Европейский парламент, стал возможен только благодаря урокам, извлеченным из прошлого, его четким правовым и политическим оценкам. И те, кто сознательно ставит под сомнение этот консенсус, разрушают основы всей послевоенной Европы. Помимо угрозы для фундаментальных принципов миропорядка, есть здесь и моральная и нравственная сторона. Глумление, издевательство над памятью – это подлость. Подлость бывает намеренной, лицемерной, вполне осознанной, когда в заявлениях по поводу 75-летия окончания Второй мировой войны и перечисляются все участники антигитлеровской коалиции, кроме СССР. Подлость бывает трусливой, когда сносят памятники, воздвигнутые в честь борцов с нацизмом, оправдывая постыдные действия лживыми лозунгами борьбы с неугодной идеологией и якобы оккупацией. Подлость бывает кровавой, когда тех, кто выступает против неонацистов и наследников бандеровцев, убивают и сжигают. Повторю, подлость проявляет себя по-разному, но от этого она не перестанет быть омерзительной. Забвение уроков истории неизбежно оборачивается тяжелой расплатой. Мы будем твердо защищать правду, основную на документально подтвержденных исторических фактах. Продолжим честно и непредвзято рассказывать о событиях Второй мировой войны. На это в том числе нацелен масштабный проект по созданию в России крупнейшей коллекции архивных документов, кино и фотоматериалов по истории Второй мировой войны, предвоенному периоду. Такая работа уже идет. Многие новые, недавно найденные, рассекреченные материалы использовал и при подготовке этой статьи. И в связи с этим могу ответственно заявить, что не существует архивных документов, которые подтверждали бы версию о намерении СССР начать превентивную войну против Германии. Да, советское военное руководство придерживалось доктрины, что в случае агрессии Красная Армия быстро даст отпор врагу, перейдет в наступление и будет вести войну на территории противника. Однако такие стратегические планы вовсе не означали намерение первыми напасть на Германию. Конечно, сегодня в распоряжении историков есть документы военного планирования, директивы советских и немецких штабов. Наконец, мы знаем, как развивались события в реальности. С высоты этого знания многие рассуждают о действиях, ошибках, просчетах военно-политического руководства страны. Скажу в связи с этим одно. Наряду с огромным потоком разного рода дезинформации, советские лидеры получали и реальные сведения о готовящейся агрессии нацистов. И в предвоенные месяцы предприняли шаги, направленные на повышение боеготовности страны, включая скрытый призыв части военнообязанных на сборы передислокацию соединений и резервов из внутренних военных округов к западным границам. На фотографии. Восстановление общей границы между Венгрией и Польшей. Венгерские и польские офицеры приветствуют друг друга. 16 марта 1939 года. Война не была внезапной, ее ждали, к ней готовились. Но удар нацистов был действительно невиданной в истории разрушительной мощи. 22 июня 1941 года Советский Союз столкнулся с самой сильной, отмобилизованной и обученной армией мира, на которую работал промышленный, экономический, военный потенциал практически всей Европы. В этом смертоносном нашествии принял участие не только вермахт, но и сателлиты Германии, воинские контингенты многих других государств европейского континента. Тяжелейшие военные поражения 1941 года поставили страну на грань катастрофы. Восстанавливать боеспособность, управляемость пришлось чрезвычайными методами, всеобщей мобилизацией, напряжением всех сил государства и народа. Уже летом 1941 под огнем врага началась эвакуация на восток страны миллионов граждан, сотен заводов и производств. В кратчайшие сроки в тылу был налажен выпуск оружия и боеприпасов, которые стали поступать на фронт в первую же военную зиму. А к 1943 году превышены показатели военного производства Германии и ее союзников. За полтора года советские люди совершили то, что казалось невозможным. И на фронте, и в тылу. И до сих пор трудно осознать, понять, представить, каких невероятных усилий, мужества, самоотверженности потребовали эти величайшие достижения. Против мощной, вооруженной до зубов, хладнокровной захватнической машины нацистов поднялась гигантская сила советского общества, объединенного стремлением защитить родную землю, отомстить врагу, сломавшему, растоптавшему мирную жизнь, ее планы и надежды. Конечно, в период этой страшной, кровопролитной войны, некоторыми людьми овладевали страх, растерянность, отчаяние, имели место предательство и дезертирство, давали о себе знать жестокие разломы, порожденные революцией, гражданской войной, нигилизм, издевательское отношение к национальной истории, традициям, вере, которые пытались насаждать большевики, особенно в первые годы после прихода к власти. Но общий настрой советских граждан и наших соотечественников, оказавшихся за рубежом, был другим – сберечь, спасти родину. Это был настоящий, неудержимый порыв. Люди искали опору в истинных патриотических ценностях. Нацистские стратеги были убеждены, что огромное многонациональное государство легко можно подмять под себя. Рассчитывали, что внезапная война, ее беспощадность и невыносимые тяготы неминуемо обострят межнациональные отношения, и страну можно будет расчленить на части. Гитлер прямо заявлял. Наша политика в отношении народов, населяющих широкие просторы России, должна заключаться в том, чтобы поощрять любую форму разногласий и раскола. Но с первых же дней стало ясно, что этот план нацистов провалился. В Брестскую крепость до последней капли крови защищали воины более чем 30 национальностей. На протяжении всей войны и в крупных решающих битвах, и в защите каждого плацдарма, каждого метра родной земли мы видим примеры такого единения. Продолжение следует. Это была четвертая часть статьи Владимира Путина, президента Российской Федерации в Российской газете. 75 лет Великой Победы. Общая ответственность перед историей и будущим.